Такая доходность по ИИС за все время. Тинькофф инвестиции все довольно быстро сделали. Перенесли бумаги с моего ИИС на другой брокерский счет, который я переименовал. Сделал так вот удобно. Брокерский счет для перевода с ИИС здесь можно переименовать. И получается я не стал переводить на основной брокерский счет, чтобы не путать. В дальнейшем переименую вот этот счет бывший ИИС. И для того, чтобы мне сейчас вот ИИС закрыть, нужно пополнить примерно на 500 рублей. Мне написали в чате и все, ИИС закроется. Я бы его закрыл еще раньше, когда вот только 3 года случилось. Но тогда у Тинькоффа был момент, что нельзя было дистанционно закрывать ИИС. А так как сейчас уже появилась эта возможность, я ей воспользовался. В дальнейшем я открою ИИС в этом же году. Ну и посмотрим, что будет представлять из себя другой ИИС. Так что вот бумаги мне перевели вот сюда. Вот они все мои бумаги. Вот в принципе. Ну и валюты тут видно, что нет. Так как она там еще осталась. Ну и все. Буду сейчас пополнять свой ИИС и его закрывать. В дальнейшем его открою снова. И теперь получается я могу держать на вот этом счету бумаги до 3 лет, например. Чтобы воспользоваться льготой долгосрочного младения и не платить налоги с продажи. Вот такие дела. Сегодня у нас четверг, 3 августа. И мой ИИС закрыт. Окей. ИИС. Продолжение следует...